Потому что он хочет, чтобы вы, если вы хороший человек, он будет давать вам больше, для того, чтобы вы больше пользы принесли. Итак, есть более высокое мышление, чем просто быть в достатке, жить в этом мире. Это более высокое мышление означает уважать святость и уважать Бога. Но все равно уважать, понимаете? Вважать святость означает, если ты пришел в храм, не гнуси. Не смотри, кто здесь неправ, кто прав, кто спился, кто не спился, кто подворовывает. Это не твое дело. Это их отношение с Богом. Если ты пришел к власти, к структуре власти, не гнуси. Каждый человек имеет свои испытания, а у власти испытаний в тысячи раз больше, чем у тебя. Если бы тебе дали столько денег, сколько у него, ты бы хуже еще и вел себя. Потому что деньги портят человека моментально. Поэтому прими все, что здесь есть. Но если ты хочешь выше, тогда не критикуй тех людей, которые занимаются духовной практикой в твоем храме. Не в дяде Васе где-то, а в твоем. И тогда Бог примет тебя. Потому что это его семья. Вот она такая здесь на земле. Там тоже грешные люди, но они идут к Богу. Там есть ошибки всякие, глупости есть у людей. Но если ты на это не сильно обращаешь внимание и честно идешь к Богу, ты очень Богу нравишься. Условием для того, чтобы идти выше, является принятие тех, кто рядом с тобой идут. И также их ошибок. По-доброму, спокойно прощать им их ошибки. Не критиковать, а прощать. Тогда Бог тебя примет в эту семью. Если ты хочешь жить в этой семье, которая называется Россия, и быть при делах здесь, так сказать, прими эту семью. Семья начинается с правительства. В каждой стране. Прими семью, будешь жить в этой семье. Хочешь принять семью Бога, прими эту семью. Но если ты всех критикуешь, никого не принимаешь, тогда прими нищету и душевную, и материальную. Это значит, что ты неразвитый человек. Потому что развитый человек от неразвитого различается только одним. Развитый человек не критикует, а принимает. А неразвитый критикует. Неразвитый человек всегда будет уничтожен судьбой, а развитый всегда ее победит. А критикует человек из-за слабости своего сердца. Теперь, если ты хочешь семейного счастья, вот реально хочешь семейного счастья, прими своего мужа и свою жену, не критикуй, и ты получишь семейное счастье. В этом мире все люди побеждают свою судьбу, только ее приняв. Другого способа победить нет, но чтобы ее принять, нужны силы. А сила берется от храма, от добрых людей и от природы. Будьте ближе ко всему этому, несмотря на то, что все остальные смеются над вами. Потому что всегда воистину, когда человек идет ближе к Богу, он становится непонятен окружающим людям. Когда человек идет ближе к людям, добрым человеком становится. Он становится непонятен людям, и когда человек идет ближе к природе, он тоже становится придурком для них. Но на самом деле только по одной причине, что если вы вдруг залезли в канал и сидите там, немножко квакаете, все остальные смеются над вами, то это значит, что они чего-то недопонимают. И больше это не значит ничего. И если вы на это обращаете внимание, это значит, что вы тоже чего-то недопонимаете. Потому что человек всегда должен быть ближе к природе, какой бы она ни была. Потому что природа всегда от Бога, и она всегда будет лечить, пока существует эта земля. А если вы считаете, что природа отравлена и не лечит, значит вы уже мертвы. Потому что ваша жизнь в этом теле поддерживается за счет этой природы Санкт-Петербурга. Наступилась грусть. Что ж, пойду пройдусь. Понимаете? Зачем? Для того, чтобы напитаться этой силой земли Невской. Понимаете? Вот для чего. Человек не должен сидеть. Он должен идти, когда ему тяжело. Он должен идти в храм, идти в земле Невской, идти в театр. Этот город предназначен для культуры. Здесь он рожден для того, чтобы любить то, что создала русская земля. Понимаете? Этот город состоит из культуры. Здесь, если жить в Питере и не сходить в театр, ну именно на классику я имею в виду настоящую культуру. Понимаете? И там сейчас всякая есть культура. Слово интересное применено к этому всякому. Культура означает то, что делает человека культурным. То есть культурность и культура означают связь с Богом. Если ты культуру этого города хочешь узнать, узнать, какие святые люди здесь жили. Вот это и есть культура. Это не швейцарские часы там, не Apple Watch там, не джинсы в клёш там или еще какие-то другие варианты современные. Культура означает знание о тех людях, которые здесь жили и принесли вот эту вот радость Богу. Слава, славный человек означает обрадовавшийся Бога человек. То есть первое, что Бог ему дает, это незабываемость. Ну чему Ломоносов славный? Потому что он незабываемый. Пушкин незабываемый. Понимаете? Может быть эти люди, они не молились Богу так, как надо. Но Бог все равно, они понравились Богу, потому что они дали людям что-то важное, ценное. Понимаете? Это называется культура. О том, что жизнь гораздо глубже, чем мы можем даже краешком своего восприятия себе представить. Гораздо глубже, в ней гораздо больше смысла в нашей жизни. Мы живем для того, чтобы постичь вечность. И для этого мы должны прилагать усилия, когда у нас есть на это время и даже когда нет на это времени. Если вы работаете, можете одним ухом слушать лекцию, слушайте. Если не можете, слушайте духовную музыку, не можете, тогда вспоминайте. Если не можете вспоминать, работа такая ответственная, то тогда хотя бы возле сердца держите иконку. Ну что-то делайте хотя бы, чтобы быть ближе к Богу, понимаете? Хоть что-то, ну дергайтесь как бы в этом направлении. Иначе засосет совсем. Итак, смотрите, еще давайте мы говорим с вами о победе над судьбой. Я вам концептуальные вещи рассказываю. Смотрите, если у вас песенка есть, помните, отважный капитан, да? Песенка есть в сердце, это значит, что вы уже в своей жизни что-то для Бога сделали. И вера, что такое вера? Это чувство, что все будет хорошо, понимаете? Что вы побеждаете судьбу, несмотря ни на что, несмотря на то, что происходит. Это значит, что вы уже сделали в своей жизни что-то для Бога. И вот эта песенка, которая напевается внутри, это и есть вечность. Это ваш контакт с вечностью, понимаете? Не вот эта картинка, ради которой вот я что-то не получила здесь, а я вот так хочу, а я в этой стране не получил, в другую мотаю. Понимаете, эта картинка может засосать, она может вас привести к поражению в жизни. Это точно я вам говорю. Вот ехать за мужем в другую страну, это правильно. Я не против другой страны, как бы. Вы сегодня убедились в этом. Я говорю сейчас о том, куда мы едем. Если человек чувствует, капитан, капитан, улыбнитесь. Это значит, что он когда-то из прошлых жизней, когда-то почувствовал вечность. И поэтому он не верит, что он будет разрушен в этой жизни. Не верит в это просто и все. Потому что он почувствовал вечность. Он почувствовал Бога. Он что-то для него сделал. Он проявил верность всю жизнь. Или доброту. Или был жертвенным. Отдавал себя людям. Или еще что-то сделал для Бога. И Бог ему отдал назад. Что? Вот это чувство. Это чувство, которое всегда приводит к победе. Поймите это. Если его нет, к нему надо стремиться и перенимать его у тех, у кого оно есть. Это очень важно. Без этого человек не может нормально жить. Нам очень сложно спорить с высотой. Еще труднее быть непримиримым. Но жизнь не зря зовут борьбой. И рано нам трудить отбой. Рано трудить отбой. Вы думаете все? В тот момент, когда вы вздохнули с всем сердцем и поняли, что все будет хорошо, в этот момент ваша жизнь только начинается. Потому что ваша жизнь имеет вечную природу. И вы на этом земле родились только для победы. Не для счастья, а для победы. Потому что счастье к человеку приходит только, когда он побеждает свою судьбу. Таков закон на этой земле. Счастье обязательно придет, когда человек по своей природе побеждает свою судьбу. Женщина сильно побеждает свою судьбу. Женщина не слабое существо. Она сильно побеждает свою судьбу с помощью любви. Потому что любовь это всепроникающая сила, разрушающая все грехи. Любовь это жар, который болит все нечистое и оставляет только чистое. Любовь это самая проникновенная и самая победоносная сила в этом мире. Поэтому любовь к Богу является самым большим даром, который только существует в этом мире. И поэтому женщине Бог не дал силу. Он ей дал любовь. Поэтому женщина сильнее мужчины. Потому что она имеет любовь. Мужчине Бог дал силу. Это хорошо. Это неплохо. Мужчина должен побеждать судьбу. Он должен стремиться к победе. Он должен прилагать усилия. А женщина должна любить. Если женщина говорит, у меня сердце нет любви. Умри. Ты просто зря тратишь время в этом женском теле. Нет любви наполнись. Иди туда. Женщина может наполняться. Поэтому на лекции больше женщины ходят. Женщины наполняются на лекциях. Они всасывают все в себя. Женщина может наполняться. Иди наполняйся. Не сиди. Не печалься. Нет слабых людей в этом мире. Женщина сильный человек. Мужчина сильный человек. Если вы считаете придурком своего близкого человека, значит вы замыслил не понимать Бога. Допустим, ты на женщину мужчина смотрит. Господи, какая дура вообще. Смотрит на женщину мужчину и так думает. В этом есть доля правды. Но эта доля очень глупа. Потому что истина заключается в том, что ее мудрость тебе не известна. Для того, чтобы ты ее понял, ты должен в женском теле родиться. И если ты считаешь женщину дурой, значит ты хочешь понять эту истину, обязательно в нем родишься. Ну то есть если ты говоришь, ну ты и дура, развивайся в эту, значит ты развиваешься в эту сторону. Значит ты готовишься к женскому рождению. Ну ты и дура. Хорошо, изучай эту тему. Изучай, кто такая женщина в женском теле, в следующей жизни. Готовься. Если ты считаешь женщину глупым существом, изучай женщину в женском теле. если ты мужиков считаешь, то он, господи, какой тупой, ничего не понимает. Хорошо. Получишь это тупое тело мужское. Для того, чтобы его изучать. Если ты хочешь выше, да, вот не ковыркаться здесь, а что-то выше получить, есть же еще ангельская жизнь, понимаете. Ну тогда пойми мудрость. Нет тупых здесь. Есть разные. Есть женская психика, она другая просто. Ее мудрость другая, она соткана из любви. Есть мужская психика, она другая. Мужчина тупой в отношениях, но он острый в другом. То есть у него в другом победе над судьбой, как бы в работе над собой есть сила. Каждый человек должен уважать все, что создал Бог здесь на земле. Уважать по-настоящему серьезно. В этом во всем есть глубокая мудрость. Допустим, даже собака, обычная собака, это непростое существо. В собаке есть то, чему мы должны учиться. Собака имеет колоссальный потенциал верности. Она может даже погибнуть ради своего хозяина. Просто ожидая его. Это собаки еще и рождение. Кошка та же самая, она состоит из ласки, нежности. То есть немного вот этой энергии. Но это не значит, что мы должны пялиться в кошек и собак, как бы окружить себя ими и жить ради них. Как некоторые люди делают. По три, по четыре собаки. Да ты не знаешь, кто такие собаки. Конечно, я не знаю, кто такие собаки. Все, что в творении Бога, непостижимо. Можно изучать собак очень глубоко и в следующей жизни родиться собакой. Потому что во что бы человек не включился очень сильно, то он и получает в следующей жизни. Таков закон Бога. Хочешь собаке помочь, заставь служить человеку. Она приблизится к человеку. Но если ты хочешь себе помочь, не к собачке привязывайся, не к жене привязывайся, не к детям привязывайся, а к наставнику. Запомнили истину? Всех надо любить. Привязанность и любовь – это разные вещи. Когда ты ругаешься с мужем, значит, ты от него ждешь счастья. Если перестал ругаться, значит, от Бога. Ну, то есть, главная проблема заключается в том, что мы ждем не оттуда. И эти ожидания вызывают ругань, конфликты, страдания в целом. Мы ждем не оттуда, понимаете? Вот все, что с нами происходит, почему мы разочарованы в этой жизни? Ждем не оттуда. Это значит, нет глубокого знания, для чего человек живет. Нет глубокого знания в этом. А это знание дается от общения. Какого общения? Глубокого, чистого и света. Есть время. Слушайте лекции наставника. Читайте Священное Писание. Ходите в храм. Есть время. Надо этим заниматься. Если вы это время тратите на хорошую постановку. Хорошую именно. Потому что сейчас есть всякие бастеры там. Это все такая муть. Есть хорошие произведения искусств. В том числе и кинематографы. Если вы на это время тратите, то это значит, что вы не сильно развитый человек. Это все есть. Если вы еще вообще как бы ширпаты, вот это дерьмо смотрите, еще менее развитый, если есть силы, посмотрите лучше нормальный фильм с нормальными людьми, если есть силы. Если нет, ну смотрите всякую дерьмо. Понятно. Если есть силы, тогда посмотрите о святом человеке фильм. Еще больше сил. Послушайте духовную музыку, включите молитву. Как бы понятно, что человек выживает так, как может. Но чем выше вы направите свое сознание во время отдыха своего, тем лучше будет ваша жизнь. Дерьмо значит в дерьме. К Богу значит в Боге. А как бы отдых необходим однозначно. Завтра мы будем с вами обсуждать одну важную тему. Как протекает жизнь. Вот как она течет. Как возникают тяжелые периоды. Как их распознавать. Что с ними делать. Как побеждать. Что делать в трудных ситуациях. Как настраиваться. Распознавать, что происходит со мной. Будем об этом говорить. А сегодня я хотел бы то, о чем я вам рассказал. Чтобы вы задали вопрос. Потому что вам может показаться, что все, что я рассказал, это просто. Но поверьте мне, все, что я вам рассказал, если вы знаете, вы бы на лекцию не пришли. То есть все, что я вам рассказал, это очень глубокие вещи. И давайте об этом поговорим. Да? Ваш вопрос. Микрофончик у нас. Где у нас энтузиасты из слова «Благость», которые микрофончики разносит. Ну-ка, активистки. Сейчас микрофончика надо дождаться. Саша, давайте. Бегом, 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 бегом. Вот туда. Вот мужчина хочет задать вопрос. Продолжение следует... 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 Теперь ответ на ваш вопрос. В данном случае вот это упражнение йоги и жизни, они очень похожи. Потому что когда проходит одно напряжение, допустим, вверху позвоночника, возникнет ниже напряжение, потом еще ниже, потом еще ниже. То есть это никогда не закончится. Потому что если ты преодолел одну трудность, то ждет на очереди другая. Понимаете? И есть только два способа к этому относиться. Первый способ, который вам надо еще предстоит понять, этот способ называется терпение. Терпение приводит к победе. Нет терпения, не будет победы. И второй способ. Просто надо понять, что это обязательно пройдет. Обязательно пройдет. И включить в свое сознание более высокую сферу жизни. То дети сразу станут лучше. Вы увидите это. Если вы оторветесь так сильно, если не можете оторваться, ничего страшного. Дышите просто. Терпите глубже. Дышите ситуацию этой. Дышите своими детьми. Принимайте их. Вот у меня такой ребенок. Я не ожидал. Ничего страшного. Все нормально. Это все хорошо. Все равно мы победим. Ничем орлят не испугать. Орлята учатся летать. Все нормально. И это переварим. И это неожиданно, конечно. Это чуть ли не предательство. Но и мы это тоже переварим. Понимаете? В это время вы побеждаете судьбу своих детей. И свою. Одновременно. Вы таким образом им помогаете. Если вы не переварите и начнете на них кричать, то вы будете делать как положено по их судьбе. Вот им положено, чтобы их мучили. Их будут мучить. Но если вы перетерпите, то вы сделаете милость и себе, и им. И они вырастут лучше. И вы будете счастливее. То есть есть два варианта. Это не то, что всегда есть только один вариант. Есть два варианта. Или человек может вытерпеть то, что происходит. Или не может. Иногда человек просто не может вытерпеть. И это нормально, если человек все равно встает и идет дальше. Но если говорить о судьбе, то есть проактивное действие в отношениях с судьбой. И есть реактивное. Вы описали реактивное действие. А я вам сейчас подпишу проактивное. Проактивное означает предвосхищение. Предвосхищение. Запомните. Судьба, когда человек предвосхищает ее, действует совсем иначе. Вот сейчас мы описали обычное действие судьбы. С женой как бы все закончилось. Просто наблюдай. Смотри, откуда начнется. А обязательно начнется откуда-то. Потому что так течет жизнь. Она течет просто из этих нагрузок соткана. Так же, как йогу ты делаешь. Там шея прошла, допустим, ты там, допустим, упражнение делаешь. Будет спина, тяжесть туда пойдет. Потом ниже, ниже, ниже. Потом, когда все прошло, следующее упражнение надо делать. Дальше уже в этом нет смысла сидеть. Вроде бы все уже, все прошло. Дальше здесь. Нет, нет, уже нет смысла в этом упражнении. Йогу надо делать для того, чтобы тяжесть возникала и проходила. Вот для этого и существует также еще другая йога, которая называется жизни. Она точно так же течет. Возникла дня тяжесть, потом следующее, потом следующее. И ты просто терпишь. Но эта жизнь не счастливая. Потому что счастливая жизнь, когда ты знаешь, что будет трудно заранее. И думаешь о чем-то более высоком. Допустим, есть два воина. Один говорит, танки едут. Это не опытный воин. А опытный говорит, да я знаю, что танки едут. У тебя жена есть? Танки едут? Он говорит, у тебя жена есть. Мы когда погибать будем с тобой помирать. Ты о ней вспомнишь? Опытный воин, он думает о чем-то более высоком, когда танки едут. И этот воин больше имеет шансов остаться в живых. Запомните это. Это называется настоящая храбрость. Когда человек, видя танки, думает о чем-то более высоком. Это значит, что он опытный уже. Но это называется реактивная жизнь. А есть еще проактивная. И вот проактивная жизнь строится иначе. У человека танки не едут. Он просто садится, молится. И когда он молится, то, когда человек молится, что он делает? Он вытаскивает из своего сердца то, что должно произойти после. И после хорошей, правильной молитвы жизнь становится тяжелее. Еще думает, я не молился, все классно было. Начал молиться, как бы тяжелее стало жить. Поднимите руку, у кого так происходит? Вы правильно живете все. Потому что если вы будете молиться дальше, жизнь еще будет тяжелее. Потом дальше еще тяжелее. А потом вы увидите, как эта тяжесть сойдет. И потом будет следующий пласт, который вы легко будете побеждать. Но в вашей жизни, те, кто сейчас поднял руку, если вы пойдете этим путем, никогда не будет непреодолимой ситуации. Вы никогда не заболеете неизлечимой болезнью. Вы никогда не попадете в аварию. Вы никогда не попадете в ситуацию, в которой все будет разрушено. Я вам точно говорю, это так. Потому что я знаю, у меня есть этот опыт. И сердце, когда ты вытаскиваешь, не боишься трудностей, вытаскиваешь молитвой, это переживаешь все, ты избегаешь большой беды. Потому что судьба действует так. Она сначала все там накопила, а потом хлясть тебе по шее. Она никогда не будет по мелочам тебя мучить. Она копит сначала, все хорошо. Кажется, все хорошо. Она копит, копит, копит. Там грязь. Не давай копить. Молитва вытаскивает наружу все. Вот когда человек молится, что происходит? В начале духовной жизни. В начале духовной жизни. Когда человек начинает молиться, все, что сейчас ты имеешь снаружи, все это проходит. Это означает реальная молитва. Дети беспокоятся сейчас. Молишься, проходит. Жена беспокоится, молишься, проходит. И ты думаешь, ну блин, буду молиться, все будет классно. В этот момент происходит интересная вещь. Ты продолжаешь молиться. И вдруг молитва рождает трудности сама. Тебе жена подходит, ты что, сектантом стал? Сколько можно молиться? Сама молитва рождает трудности. Или на работе, говорит, если будешь дальше это все слушать и читать, мы тебя уволим. То есть сама молитва рождает трудности. У человека меняется жизнь. Он как бы думает, или жить как обычно, или стать непонятным человеком. У него есть выбор в это время. И в это время выходят такие пласты судьбы, которые вроде бы не беспокоили. Выходит все наружу. Если человек и это переживает, то дальше у него появляется уникальное свойство, которое называется способностью предвидеть судьбу. Запомнили? Когда на тебя валится, ты ничего предвидеть не сможешь. Предвидеть это когда ты очистил то, что здесь, и сможешь уже тогда смотреть, что дальше. Смотрите, когда возникает способность, или удача. Что такое удача? Это способность предвидеть опасность, предвосхищать опасность. Человек должен сначала научиться справляться то, что валится сейчас. Потом он должен научиться вытаскивать то, что внутри, и с этим справиться. И дальше он уже видит то, что еще не пришло к нему. И то, что только придет позже. Это называется предвидение или способность предвосхищать события. И в это время человек становится более мере умиротворенным и способным видеть также судьбу других. Потому что валится на всех одинаково. И он говорит, слушай, я что-то чувствую, что какая-то опасность есть в твоей жизни. Это значит, что у него сердце достаточно чистое, чтобы это почувствовать. И как этот человек ее чувствует, эту опасность? Спокойно чувствует. Потому что если вы видите человека, который подходит к вам, пусть это астролог, психолог, или какой-то очень крутой вообще как бы человек, подходит к вам, у него квадратные глаза. И он говорит, беду вижу на твоем пути. Глаза квадратные совершенно такие. Беду вижу на твоем пути. Не верьте этому человеку. Он ничего не знает в судьбе и в предсказаниях. Он просто мнительный человек, находящийся под влиянием духов. И таких большинство. Тот человек, который видит судьбу, никогда не будет идти на него на поводу. Никогда страх не возникнет в его глазах. Он всегда будет спокойно и по-доброму объяснять вам, что будет у вас в жизни. И это будет вам давать силу и победу, а не страх и разочарование, и разбитость. Если вы пришли к астрологу и ушли от него, значит вы сходили не туда. Вы отдали деньги на то, чтобы вам сделали хуже, а не лучше. Потому что воистину может видеть судьбу только тот, кто ее может побеждать. Запомнили? В его сердце спокойствие и сила, и вера. И он может вас только вдохновить, никогда не разочаровать, никогда не испугать, никогда не повергнуть вашей судьбой. Вы, допустим, пришли к врачу, и врач вам говорит, у вас полиартрит. Да. Это не лечится. Вы зря потратили время, придя к этому человеку, потому что он сделал вам хуже. Потому что если вы поверили в его слова, можете изучать окрестности Питера насчет земли. Маленького, кусочка небольшого. Смело. Потому что если вы поверили, что это не вылечит, значит все. Вопрос в вашей жизни уже решен. Поэтому первый вариант терпеть детей, второй вариант в молитве сжигать все это, идти дальше, вытаскивать наружу все, побеждать. Ну то есть, но вариантов злиться на детей нет. Вариантов разочароваться в своих детях нет. Вариантов бояться, что будет дальше, нет. А наказывать можно ограничением радости? Нужно наказывать обязательно. Судьба нас наказывает, мы других наказываем. Все нормально. Если страна как бы клыки не показывает, ее все просто растопчут сразу. Ну то есть, если человек не наказывает детей, дети вырастают идиотами. Понимаете, в этом мире наказывать надо обязательно. Это и есть проявление любви. Наказание это любовь, понимаете? Ты не хочешь, чтобы твои дети вот таким были, поэтому ты их наказываешь. Это нормально. Просто когда ты наказываешь их, не злись. Я вот сейчас с этим и столкнулся. То есть, я наказал и 2-3 дня не мог с этим справиться, потому что была злость. Вот если бы не было злости, это нормально. И сейчас она ушла, и мы уже с ним вроде по-доброму разговариваем с сыном. Вот смотрите, если вы со злостью, наказали, значит вы потом будете попустительствовать ребенку, потому что вы будете бояться его наказывать за свои злости. Поэтому победите свою злость. И имейте право наказывать своих детей. Если вы не наказываете своих детей, несомненно, они вырастут уродами. Несомненно. Наказывать надо обязательно. Не только детей, а также мужа и жену. Наказывать по-доброму. Вот как мужа наказывать? Не разговаривать с ним. Жену как наказывать? Женщины испугались. Испугались, смотрят на меня. Алигра, вы жените. Мужчина, хочу вам сказать один способ, хороший, наказывать жену. Не разговаривать с ней. Это слабый способ. Ее сильнее. Дайте ей возможность делать свои глупости. Дайте ей такую возможность. Никогда не соглашайтесь с этим. Если она вас спрашивает, это хорошая затея, что я делаю? Нет, это глупость. И пускай делает дальше. Если эта глупость не заберет у нее жизнь. А в этом случае надо очень строго с ней поступить, чтобы она испугалась. И если женщина делает дальше свою глупость и получает результат, она подойдет и скажет вам, спасибо тебе, я теперь все поняла. Потому что женщина это искреннее существо. Она искренне делает глупости, искренне потом раскаивается. Дайте женщине возможность жить. Жить женщина означает возможность делать глупости. Если мужчина дает женщине возможность жить, он для нее герой, мудрый человек. Если не дает возможность жить, значит глупый, плохой, ненавижу, не люблю. Мужчины, вы с женщинами ничего не сделаете. Они все равно будут делать свои глупости. Обязательно. Мудрый мужчина просто ждет. Когда жена все поймет сама. И когда жена видит такого мужчину рядом с собой, придет время. Придет время. Обязательно мужчины, когда она подойдет к вам и начнет с вами советоваться. Потому что она уже знает, что будет дальше. И она видит ваше поведение, которое предвосхищает то, что будет дальше. Если вы ей сказали как надо, и она не хочет так делать, и вы отошли в сторонку, как бы не обращаете внимания. Мудрая женщина подойдет к мужу и скажет, слушай, а что, правда вот так вот надо? И он скажет, ну, в общем-то да. Ну, мудрый мужчина. У него это говорит. Наконец она поняла, что это правда. Нет, мудрый мужчина так не будет делать. Он скажет, ну, в общем-то да. В общем-то даже женщина должна немножечко попу отрывать от дивана и делать чуть-чуть зарядочку. Геморрой вылазивает у всех людей на земле. И у женщин, и у мужчин. По-доброму. Женщину нельзя заставлять делать зарядку со злобой, потому что у нее всякий интерес пропадет к этой зарядке. Женщина рождена для счастья. Если с ней разговаривать не по-доброму, она вообще не будет ничего делать. Поэтому, если мужчина добрый, в сердце доброго мужчины означает, он дает женщине возможность делать женские глупости. И в результате она его будет уважать, ценить и любить. Все. Но есть вещи, которые уважаемый мужчина, уважаемый, должен делать силой. Только уважаемый. Женщина позволяет над собой совершать силу только уважаемому мужчине. И если у женщины есть склонность поддаваться под влияние чужих мужчин, и она решила одна поехать на курорт в отпуск, то он ей скажет, нет, сидеть дома. И она скажет, нет, я поеду. Он скажет, нет, не поедешь. Нет, я поеду. Нет, не поедешь. Нет, я поеду. Нет, не поедешь. И она скажет, нет, я тебе за это устрою. Согласен. Принимаю. Но на курорт ты не поедешь. И эта женщина остается дома. И сохраняет семью. Потому что воистину не пустить ее на курорт означает знать, что там она разрушит семью. Поэтому иногда мужчина не пускает женщину куда-то, потому что он знает последствия. Но это крайние случаи. Бывает иногда только в жизни. В основном надо давать возможность женщине ошибаться. Это правильно для мужчин. Так жить. Сказать, как правильно, не хочет, значит, пускай ошибается. Вам нравится такая женщина? А? Конечно, вот видите, они согласны. Им нравится. А? С мужчинами? Ну, что делать? Вы знаете, что с ними делать? Поубивать их всех. Олег Геннадьевич, спасибо большое. Спасибо вам. Что с мужчиной? Кто спросил? Ладно, серьезный разговор. Хотите серьезного разговора? Сейчас скажу. Женщины, запомните, у вас внутри есть огромная сила. Мужчине она не нужна, ваша сила. Он любит только ваши слабости. И вы привыкаете к тому, что вы слабы в отношениях с мужчиной. Но запомните, помочь мужчине может только ваша сила, о которой вы забыли. И ваша сила находится в отношениях. Если вы сможете отделить себя на время от своего мужа, быть на расстоянии от него и при этом выполнять перед ним все свои обязанности, но не плясать перед ним под его дудку, если он неправ. Тогда он вас будет любить больше и уважать больше. Он вас будет ценить по-настоящему. Только в том случае, когда вы сможете проявить свою силу в отношениях и не прыгать на задних лавках перед ним, когда ему нужно что-то доказать в жизни. У вас эта сила есть, и она больше, чем у мужчины. Просто вы не хотите ее применять. Женщины, вам хочется жить удобнее и проще. Это значит хуже. Если хотите, то сделайте это сейчас. Понимаете, женщина ко мне подходит, Олег Геннадьевич, вы знаете, я как бы живу отдельно от мужа, я ушла, решила с ним уже больше не жить. И он, знаете, интересно, он как-то начал бросать пить, извиняется передо мной, приходит, говорит, я хочу начать новую жизнь, а я уже все, с ним жить не хочу. Моя хорошая, так ты должна была это раньше сделать. Никогда ты уже не хочешь жить. Тебе раньше надо было наказать его тем, что отдалить его от себя, и даже бросать не обязательно, жить отдельно не обязательно, отдалите его от себя. Покажите ему свою женскую силу, и он воистину начнет становиться лучше мужчина. Потому что мужчина понимает только силу, он слабость никогда не поймет. Он должен видеть силу, и только сила его вдохновляет. Есть женская сила, она находится в отношениях, есть мужская. Если вы способны мужчину своего с помощью женской силы или своей, как бы, отстраненности от него воспитывать, значит, ваш муж будет успешным, удачливым человеком. И если вы его воспитываете злобой, ненавистью и обидчивостью, то это не сила. Воспитывает только любовь. Поэтому выполнять свои обязанности перед ним надо, но не строить близких отношений. И когда мужчина это видит, он видит, что жена по-доброму к нему относится, но при этом держится на расстоянии. Это так сильно мужчину впечатляет, он так ее начинает уважать, что он меняется на глазах. Вот так можно воспитывать мужчину. Но это тяжело. А по-другому в этой жизни не бывает. Вы знаете, как мужчине тяжело женщине позволять то, что она вытворяет? Но это единственный путь ее воспитывать. По-другому. Чем больше ты женщины ругаешься, тем хуже она становится. Это не путь. Чем больше, ну как бы, позволяешь ей, просто позволяешь то, что она хочет делать, не воспитываешь ее. То есть ты ей должен сказать, что это неправильно, а потом позволить сделать. Это называется воспитание. А если ты типа, да-да-да, делай, Олег Геннадьевич сказал, делайте хочешь. Это не воспитание, это попустительство. Тогда будет тоже хуже. Но если ты сказал как надо, и ждешь. Это правильное отношение к женщине. Женщина не воспитывается ни грубостью, ни строгостью, ни жесткостью. Она воспитывается только любовью, потому что она состоит из любви. Любовь к женщине означает дать ей возможность ошибиться. Мужчина воспитывается только силой, потому что он состоит из силы. Станьте сильными в отношении с мужчиной, сохраните своего мужа. Не станете сильной, потеряете. Услышали меня, нет? Очень тяжело. Вам надо на другие лекции, значит, ходить. Где полегче. Ладно, мои хорошие, меня заканчивают уже закончить. Поэтому заставляют. 5 августа приедет Александр Хакимов. Это вот мои книги. Я что-то сам про них забываю, поэтому мои помощники меня заставляют. Это собранные материалы по теме «Мое предназначение». Почитайте. Все это как бы уже обобщение всего. Ваше дело. Про деятельность. С точки зрения нравственных законов, а не с точки зрения механизмов бизнеса. Жизнь в любви, про семейные отношения. Азбука успеха – это вообще про успех человеческой жизни, в том числе про успех на работе. Зачем нужна человеческая жизнь, азбука успеха. Александр Хакимов – это мой наставник. Мне несколько наставников, он один из них. Он будет в Санкт-Петербурге с программой отношений как основа достижений. Подробности у организаторов на сайте Афиша Веда. И организовался еще новый клуб «Благость» второй здесь. И тоже можно записываться. Пожелаем всем счастья. Мы с мужчиной начали эту тему чуть-чуть, завтрашнюю. О том, как мы взаимодействуем с судьбой. Разные способы. Какие результаты, последствия. Будем завтра это обсуждать. Механизм разных отношений с судьбой. Как ее побеждать. Это реально все, ее побеждать реально. Просто надо знать, как. Будем изучать завтра эту тему. Сегодня будем самым главным способом побеждать судьбу. Тренироваться этим способом. 17 августа будет уникальное мероприятие, которое я вам рекомендую посетить. Это мероприятие называется молитвенный ретрит. Его организуют клубы «Благость». То есть в каждом городе есть клубы «Благость», но на это мероприятие можно приходить всем. Не обязательно членам клуба «Благость». Два дня, суббота-воскресенье, ну вот в августе месяце, там вот это, по-моему, 17-18 или 16-17, я не помню точно. С 11 Москвы до 2 часов дня. Два дня посвящены молитве. То есть будет каждый день час молитвы, практики, а потом до него и после будет обсуждение. Это очень важное мероприятие в вашей жизни, если вы хотите побеждать судьбу. Просто узнайте в клубах «Благость», как это попасть туда. Вы будете со мной на связи. Это будет онлайн мероприятие. И я по всему миру буду одновременно рассказывать, и мы будем все вместе учиться молитве. Сейчас мы то же самое будем делать с вами. Нужно понять, что есть два типа жизни. Один тип жизни – это жизнь во взгляде или жизнь в ожиданиях по отношению к своей судьбе. Когда человек живет ожиданиями и живет счастьем, желанием счастья, он всегда живет в образе и взгляде. Он ждет судьбу и живет взглядом или воспоминаниями. Понятно, да? Это жизнь внутри судьбы. В этой жизни победы нет. Есть другой тип жизни, который человек вряд ли понимает. Это называется жизнь в звуке. Жизнь в звуке начинается не с того, что я решил вдруг сам начать молитву. Жизнь в звуке начинается с перенятия того звука, который соткан из молитвы. Потому что так же, как аромат от одного цветка переходит к другому и опыляет его, точно так же молитва может только опылить сердце человека от кого-то. Она не возникает изнутри просто потому, что я это практикую. Поэтому существует такой процесс передачи молитвы или инициации. Это процесс не ритуал. Не то, что ты прошел какой-то ритуал и получил инициацию после этого. Перенятие молитвы происходит, когда ты молишься одновременно и слушаешь тех, кто молится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...